Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сергей Любарский на связи со мной прямо сейчас. Сергей, здравствуйте. Здравствуй, Александр. Спасибо за приглашение. Да, Сергей, но вынужден, наверное, предложить поговорить об очень важных событиях, которые вот разворачиваются и по большей части кулуарно, да, разворачиваются. И связаны они с США, Украиной. Понятно, поговорим о поставках вооружения, но начать наш разговор я предлагаю все-таки с события, ну, а это целое событие, США не шибко верит в освобождение Крыма, об этом сказал Блинкин. Что это означает на этом этапе? И действительно есть какая-то магистральная линия, что Штаты, ну или там Белый дом, так будет корректнее, намерены сворачивать войну. Вы, наверное, как и я, ссылаетесь на вчерашнюю статью в журнале «Политика». И эта статья называется «Белый», сейчас, секундочку, надо точное название. Да, за 15 число «Блинкин, Крым – это красная линия для Путина, пока Украина взвешивает планы его вернуть». Вот так называется статья, в которой в лоб говорится, что Крым всегда являлась красной чертой. И по, ну скажем, имеющейся у меня кулуарной информации, начиная с сентября, я не могу разглашать свои источники, но тем не менее источники на уровне офиса Блинкина и Пентагона. Вот то, что написала статья, было известно, о чем я, собственно, говорил достаточно часто. С точки зрения «Белого дома» освобождение Крыма не обсуждается. То есть Крым остается за Россией. Соответственно, тот уровень поставок, о которых, ну я надеюсь, мы поговорим, как мне сформулировал мой инсайдер в «Белом доме», это был месседж, то есть сообщение для офиса Зеленского, чтобы он перестал говорить о Крыме. Сейчас то, что я говорил, воспринималось, естественно, как конфронтейншнл, сейчас об этом пишет политика и другие, не единственное, и другие органы МИДИ. Марк Милли также вышел с комментарием событий и сказал, что война Украины с Россией должна завершиться переговорами, об этом, собственно, он сказал в интервью Financial Times, и, по его словам, возможности для дипломатии может возникнуть в любое время. И подчеркивает, что Киеву будет тяжело в этом году достичь полной победы, освободить все территории, но при этом добавил, что и Россия, как бы, ну, не выиграет, Украину не завоюет. Если перевести с военного на общепонятный, что это означает? Мой перевод этого всего, то есть, ну, много-много информации, сейчас идет какой-то информационный взрыв, я бы сказал, последние две недели. Вот. Если перевести с дипломатического на нормальный язык, это означает, что, поскольку Киев не завоеван, поскольку Россия не выполнила свои военные цели и не оккупировала весь, всю Украину, Украина уже победила, и Россия уже проиграла. Вот это в лоб сказал в интервью Рейнштайме во вторник, два дня назад, генерал Мелый. То есть, все, победа уже за нами. Дальше вопрос, по каким границам пройдет эта победа. Начиная с июня прошлого года, уже почти 9 месяцев, никто не говорит о возвращении территории в международно признанных границах. То есть, эту фразу вы никогда не видите. И всегда идет классический шашлык из фраз «свободная, демократическая, независимая, суверенная, вернувшая территории». Но никогда никто не говорил, где проходит граница этих возвращенных территорий. И это не случайно. Ну, то есть, американский дипломатический и официальный язык, он очень точный. И пока вы не услышите фразу «каждый сантиметр» или «каждый инч» своей территории, это означает, что это в меню предложенных Украине возможностей не входит. Вот когда вы услышите, что вам говорят, что вам дадут возможность вернуть «каждый инч» своей территории, включая Крым, вот тогда это будет сказано четко и понятно. Пока вы этого не слышите, это не случайно, это не опущение, это не забывчивость, это четкая дипломатическая позиция. Так, а что тогда за позиция разрешить Украине стрелять по Крыму, но в то же время выходить с заявлениями, что Крым это же, Крым обстреливать можно оружием западным и американским в том числе, а вот удары вглубь России, от них открещиваться на официальном уровне, говоря о том, что мы никакого отношения не имеем, если Украина бьет по российской территории, это не мы. Ну, при том, что Украина бьет своим оружием по российской территории, все это знают и все понимают, что никакого ядерного Армагеддона это не вызвало. Ну, то есть Россия дотянулась аж до Воронежа, вы спросите, Украина дотянулась до Воронежа, взорвали стратегические объекты, ядерные лайнеры, и при этом, ну, Путин не устроил ядерный Армагеддон. Что это за позиция, я не знаю. То есть мне трудно объяснять, что в голове у Блинкина, что в голове у Виктории Нуланд, что в голове у Саловен. То есть там четко существует какая-то доктрина. В колуарах заявляется о том, что Крым это red line, то есть Крым не отдадут. Когда я интервьюировал off the record, то есть человек никогда мне не даст это интервью публично, и я задал ему вопрос, почему Крым не в меню, но почему его нет в меню. Он сказал, по многим разным причинам, начиная от возможного геноцида. И когда я сказал, позвольте, только что освободили Харьков, там не было никакого геноцида, он сказал, да, но мы в этом не уверены. То есть это мнение одного инсайдера. Притом я в это мнение не верю, по-моему, он тоже. Но фраза, которая мне запала в голову, for a whole host of reasons, то есть по возможным причинам, начиная с того, что... Вот такая была фраза. Перед тем, как разложить это все по деталям и по вот этому вооружению, еще один политический вопрос. Сергей, в США планируют антивоенный митинг, внимание, с требованием прекратить военную помощь Украине, начать мирные переговоры. Об этом сообщает не кто-нибудь, поэтому, уважаемые друзья, которые пишут о том, что кто-то здесь против Украины, что-то, это сообщают наши Центр противодействия дезинформации СНБО. Пикет, по этим данным, организовывают некоторые товарищи из Либертарианской и Народной партии США. Название «Лютуй против военной машины». Ну, это так, свободный перевод. Во время митинга спикеры планируют обратиться к президенту Байдену с требованием прекратить финансировать и признать, как бы, что дипломатический путь единственный. Из сообщения, да, Центра противодействия коррупции, вот, Центра противодействия дезинформации, вот такая цитата. В объявлении встречаются российские нарративы в том, что расширение НАТО на восток сопровоцировало российское вторжение, а война против Украины привела к угрозе ядерной войны с Россией. Это вот так подают у нас. Ну, и спикеры отмечаются, бывшие политики, всякие журналисты, активисты, музыканты, среди которых и сооснователь Пинг Флойд Роджер Уотерс, который выступал на слушаниях совсем недавно. Причины, последствия и является ли вот подобная акция, анонсированная на 19 число, ну, каким-то началом какого-то большого антивоенного движения, что оно означает в Соединенных Штатах Америки, как вы, как американский гражданин, это видите? Окей. Ну, тема больная, тема сложная. Это, кстати, я был очень рад нашему разговору и даст нам возможность сделать политических заявлений несколько. Начнем, наверное, с самого важного, то, что флоридийский конгрессмен Мэттью Гейтз создал резолюцию, которая называется резолюция об осталости к войне в Украине. Ukrainian War Fatic. Это было где-то в пятницу в прошлое, вот ровно неделю назад, чуть меньше. Эту резолюцию, в смысле ее выдвижение, ее еще не приняли, не знаю, примут ли, но ее выдвижение поддержали 10 конгрессменов. То есть он не один такой сумасшедший, их там как минимум 10. И он хочет, чтобы за эту резолюцию голосовали. Резолюция призывает остановить всю помощь для Украины, как военную, так и гуманитарную. То есть не прекратить новые выделения, а остановить тот поток помощи, который сейчас идет. Резолюция составлена очень странно, там 8 страниц, из которых 7 страниц перечисления того, что поставили и того, что пообещали поставить. Ну, можно, представлять, долго поставляют очень много, естественно. Вот. И дальше вот тот самый русский нарратив. Украина – это российский бэк-ярд или фронт-ярд, ну, то есть это полисадник, это российский полисадник. Россия никогда не отдаст Украину. Украина – это вопрос безопасности для России. Мы устали, мы тратим деньги, которых у нас нет, и мы дождемся третьей моревой войны, которую мы выиграть не сможем. Вот классический такой пакет нарративов. Все эти, безусловно, сенаторы, в смысле, конгрессмены – это республиканцы. Тут без сомнения, вопросов нет. Вот. И отсюда, ну, я вижу, что это четко скоординированный эфорт, четко скоординированная программа, сеть, ну, то есть, акция, которая, ну, очевидно, видимо, управляется с Кремля. Слишком все совпадает хорошо. Тут резолюции вышли. Вот. Но это, тем не менее, я не думаю, что эта резолюция пройдет. Я не думаю, что ее поставят на голосование. Большинство республиканцев, не все, далеко не все, но большинство, под большинством, я имею в виду, больше половины, не подавляющее большинство, но где-то половина, или чуть больше половины республиканцев за помощь Украины. И я не думаю, что эту резолюцию поставят даже на голосование. Если поставят на голосование, буду очень удивлен, если она пройдет. Но она симптоматична. Она симптоматична, и она симптоматична в том, что тяжелее и тяжелее будет получать новые пакеты помощи. Вот то, что выдали, то я, ну, на 90% уверен, не заберут. А вот факт того, что в такой политической ситуации республиканцы смогут проголосовать за выделение новых пакетов, это, в общем-то, не гарантированно. Не говорю, что его не будет, но не гарантированно. Поэтому, пользуясь случаем, у вас очень популярный канал, я знаю, что вас смотрят много в Америке, с вашего разрешения. Я хочу обратиться к своим американским согражданам, которые видят этот эфир, прийти на веб-сайт Protect Ukraine Now, где у нас подготовлена петиция, как раз в ответ на это. Более того, там висит список тех десяти конгрессменов из тех округов, которые создали резолюцию. Если вы случайно, вот кто меня слышит, в округе этого конкретного, в одной из десяти, вот напишите ему личное письмо, если вы считаете, что наша помощь, наша американская помощь Украине должна продолжаться. То есть эти письма важны, их читают, это не петиция, это мое письмо к мною избранному политику. То есть он продолжение меня, ну, с точки зрения американского законодательства. И чем больше такого рода писем они получат, тем меньше, я не думаю, что мы перевоспитаем вот те десять, которые сейчас это подписали, но те, которые сейчас думают, республиканцы, поддерживать или не поддерживать эту резолюцию, вот они должны услышать голос своих избирателей в виде таких писем. у нас создан механизм, вы приходите на protectukrainnow.org, я думаю, Александр повесит ссылочку, там все уже готово, введете свой адрес, имя, фамилию, и отправите уже найденный, веб-сайт найдет вам ваших конгрессменов, и сенаторов, отправите свой голос, ну, если вы, естественно, поддерживаете освобождение Украины и помощь Украине. Вот таким вот образом. Кроме того, Protect Ukraine Now готовит в крупных городах Соединенных Штатов в пятницу, в субботу, в субботу, 25-го числа, акции протеста. Мы это готовили как акцию поддержки Украины, сейчас это, по сути, акция протеста против позиции правого крыла республиканцев, которые, очевидно, заявили, без всякого сомнения, о своем нежелании поддерживать Украину. То есть, вот я очень рад, что у нас получился эфир, у вас будет очень много просмотров, в том числе, в США, и я буду выступать на других каналах, призывая оказать такое давление на наших конгрессменов и сенаторов. Сергей, а все-таки об этой акции, которая готовится на 19-е число о Роджере Отресе, о антивоенном движении, ну, вот это уже, понимаете, когда вот вы говорите о процедурах и правильно делаете акцент, но это уже какая-то вот уличная демократия, что ли? Нет, это не уличная демократия, это и есть демократия, у людей есть право голоса, люди имеют право этот голос выражать, оказывать давление финансовое или лоббистское, или какую-либо на своих конгрессменов, и у нас есть право выйти на улицы, ну, на конституционное право, первая поправка, выйти на улицы в поддержку, в протест, то есть право ассемблы, право собрания, право апеллировать к нашему правительству, наши американские права и они активно нами используются. Я, может, не так выразился, смотрите, то есть часть американцев их зовут на один митинг, другую часть вот вы позвали на другой митинг. Да. И здесь получается вот какая-то вот эта конкуренция. Мне просто непонятен сам факт, год вот подобных акций, ну, вот именно вот таких конкретных остановить помощь Украине не было в Америке. А, откуда это взялось, вы имеете в виду? Ну, смотрите, тут накопление ряд, накопленных ряд багажа. Ну, во-первых, всегда, то есть Роджер Уотерс, он, ну, абсолютно не республиканец, вообще не американец, но если бы он был в Америке, он левый, как комсомольский значок. И есть группа левых, которые традиционно миру мир. Значит, когда я обращался к американским согражданам с просьбой оказать давление по увеличению поставки вооружения, основная тема, то многие из них, именно из этих левых, говорили дословно следующее. Постелать оружие в Украину, это все равно, что заливать пожар керосином. Давайте прекратим поставки оружия. Какая граница будет, такая будет. А потом уже будем политически решать этот кризис. Но главное, что мы остановим кровопролитие и мясорубку. Это известное, четко сформулированное, я с этой категорической позиции не согласен, но позиция такая существует. Да, есть такая позиция. И эти люди говорят, что продолжая поставлять оружие в Украину, мы продолжаем вольно или невольно способствовать уничтожению тысяч людей, как военнослужащих, так и гражданских. В современном 21 веке, ну какая разница, куда будет принадлежать Луганская и Донецкая области. Тем более, что люди в этой области вроде как хотят быть в России. Ну так отдайте им, а зачем же вы устроили вот это? Я не высказываю свою точку зрения, поверьте мне. Я высказываю как бы, ну, совершенно четко существующий здесь нарратив. Это со стороны левых. И он есть, я вижу это по людям, по коллегам, по друзьям, причем не только там россияне. То есть у меня мой очень близкий друг, мы с ним на эту тему, ну, практически поссорились, расстались, я с ним не общаюсь. Когда я просил его подписать петицию, то есть это американец, там, в десятом поколении, близкий друг, бывший партнер по яхте. И когда я попросил его и его жену подписать и петицию, он мне рассказал теорию о Керосине, о том, что нельзя продолжать эту войну на современном обществе, какая разница, какая юриспруденция будет у каких-то двух областей, главное, чтобы жизни человеческие существуют, это левые. Вот, правые, причем, экстремально левые, экстремально правые, экстремально правые, примерно, следующее, мы тратим на Украину деньги, которых у нас нету, ну, что абсолютно правда. У нас до сих пор, не знаю, вы в курсе или нет, не утвердили очередной новый потолок государственного долга. Америка, как Титаник, несется на айсберг, на айсберг, финансовый айсберг. То есть, они совершенно четко и справедливо заявляют, что все вот эти сотни, там, десятки миллиардов, там уже больше ста миллиардов долларов, которые мы собираемся потратить, или уже потратили на Украину часть, это не наши деньги. Это деньги, которые мы занимаем у будущих поколений. и результат будет все тот же. То есть, а зачем мы это делаем? То есть, совершенно другой концерн. Кроме того, у них, у тех, и у левых, и у правых существует все тот же нарратив, а вдруг Путин рванет бомбу, и что тогда? Зачем мы рискуем? Вот это мы. То есть, вот этот нарратив существует, этот концерн существует, и удивительно, что крайне левый, есть у нас такой философ, преподаватель, профессор, очень популярный человек, очень старенький. Вот, Наум Чамский, или, по-моему, в нашем произведении Хамский, но он настолько противоположен Трампу, который сказал, я первый раз начал поддерживать Трампа. То есть, вот это крайне левый Хамский начал поддерживать крайне правого Трампа. То есть, этот нарратив существует, он есть, мне он представляется глубоко ошибочным, потому что, если мы дадим Путину захватить часть украинских территорий, то вся система международной безопасности, ну, построена на том, что есть некий закрытый клуб из там пяти, там, скажем, официально пяти, реально, наверное, уже восьми или девяти стран, но тем не менее, каждый из которых относится ответственно к ядерному выражению, и мы тем самым, не пуская в этот закрытый клуб другие страны, храним в мире ядерную безопасность, вся эта концепция, правильно, неправильно, там не хочу обсуждать, она накроется медным тазиком. То есть, если путем ядерного шантажа Россия заберет хоть клок, ну, это моя позиция, украинской земли, это же вопрос не для Украины, это вопрос того, что у нас через 20-25 лет в мире у Польши будет ядерное оружие, у Германии будет ядерное оружие, у нас будет все очень интересно. Да, интересная позиция, интересное мнение, но у меня уточняющий вопрос. Давайте будем откровенны. То, что называют в Украине помощью, это кредиты, под маленькие проценты, на длинные дистанции временные, это все понятно, у нас принято, что это помощь, помощь, но по сути это кредиты, их нужно будет в будущем, после победы, после всего, когда все закончится, вот нужно будет возвращать, их нужно будет как-то договариваться, чтобы списывать, то есть, это уже вопрос тоже завтрашнего дня. То есть, мы, получается, воюем за деньги, которые будут отдавать наши дети, а американцы нам дают деньги, которые будут зарабатывать тоже еще в будущем. Что это за война такая, Сергей? Война очень странная, но я категорически не согласен с важным утверждением, что большинство помощи это кредиты, нет, это бесплатная помощь, тут нет сомнений, я не знаю, откуда вы берете информацию, давайте я вам приведу цифры, факты, данные, если хотите. Значит, вы, наверное, сейчас говорите об американской помощи. Я говорю об американской, исключительно об американской помощи. Америка пополам силов. Европейская помощь сложнее, европейская помощь сложнее, помощь оружием частично бесплатно, частично в кредиты, там есть, да, там есть. То есть, я подчеркиваю для наших зрителей и слушателей, что вся американская помощь, вот тот самый 100 миллиардов долларов, ну что, 100 миллиардов долларов, это полгодового валового продукта Украины, да, вот, Украине, ну, во-первых, все не передали, передали, дай бог, половину, ну, это то, что запланировали, то, что собираются передать, так вот, вся эта помощь, это безвозмездно, или, как я сказал, в мультике в Простоквашино, то бишь, дадом. Вот те самые жестокие американцы, которые ни копейки никому не дают даром, это все бесплатно. С Европой немножко по-другому, да. Но, тем не менее, Европа достаточно много дает и бесплатного тоже. И, кстати, во многом Америка оплачивает европейские поставки европейским партнерам. У нас есть фонд, который платит европейцам за то, что не поставляют. Но Америка же... Что же такая за война? Погодите, Америка это делает не потому, что это добрые самаритянины, а потому, что европейские промышленники перемещаются, перерелацируются в Америку? Я не думаю, что это главный или основной, или так-либо фактически важный мотив. Он может существовать, но это не важно. То есть, мы должны четко понимать, что Америка помогает, потому что так решил американский народ. Я знаю, что это может звучать очень для вас странно, но это именно так. Если бы в Америке не существовало столь широкой общественной поддержки борьбы украинского народа за свою независимость, смею вас уверить, что помощь была существенно меньше. Для примера, четыре раза за прошедший год войны правительство Байдена просило выделить ассигнование на войну в Украине, то есть на помощь Украине. И все четыре раза представители американского народа, то есть Конгресс, Сенат и Палата представителей, то есть это же наши представители, сумму, запрошенную Байденом, увеличивали. То есть Байден просит рубль, а ему дают рубль 50. Вы не найдете за истекшие пять лет прецедента, когда Белый дом просит деньги, а ему не сокращают, а увеличивают. Ну, по аналогии, жена идет в магазин, покупает туфельки, и говорит мужу, я потрачу 200 долларов. Мужу потратить 300, зачем тебе тратить 200? Но такого не бывает. Вот. Это единственный прецедент, который я знаю за последние пять лет, они же такого никогда не было. Когда Сенат и Палата представителей обоими партиями, то есть и демократы, и республиканцы, в большинстве своем голосуют не за уменьшение хотелок Белого дома, а за их увеличение. И это нужно понимать. То есть общественное настроение американской общественности это тот фактор, который позволяет делать эти поставки. Об этом говорят опросы населения, об этом говорят абсолютно все. Здесь гуляют по району собакой, но раньше было на каждом пятом доме, наверное, сейчас на каждом десятом доме висит украинский флаг. То есть американцы действительно, как большие дети, всегда любят эту историю, когда борьба Давида с Голиафом, когда маленького обижает, и маленький навешивает большому. То есть это вот просто тупо заходит в американскую ментальность. Это то, что в общем-то заставляет и Белый дом, и демократов, и республиканцев что-то делать, иначе их не перезберут. И вот существует мнение, ее распространяет ряд моих оппонентов, что для американцев помощь Украине это дело десятое. Да, потому что она есть. Вот если бы ее не было, этой помощи, вот тогда представьте ситуацию, которую пытаются нарисовать. Американский народ хочет помогать Украине, а предстоит помогает. Вот тогда эта помощь стала бы делом там в тройке. Поэтому да, действительно, по вопросам населения, американцы считают, что да, мы хотим помогать, а наша предстоит помогает. Поэтому нет проблем, поэтому нет конфликта, поэтому никто серьезно этим не занимается. Но если бы этот конфликт возник, смею вас уверить, что помощь Украины стала бы очень-очень горячим вопросом в американской политике. принято. Принято. И все-таки по поводу денег, которые еще не заработали. Деньги, которые мы даем, безусловно, мы берем деньги в долг, мы берем деньги в долг у собственного населения, мы берем деньги в долг у Китая, у Европы. Даже тут проскочила информация Россия начала покупать наши облигации снова. Не знаю зачем. Но мы берем деньги в долг у всего мира, включая наших, собственно, граждан. Живет Америка, естественно, не по средствам. То есть, в Америке растет катастрофически национальный, внешне национальный долг, который достиг суммы 31 триллион 400 миллиардов. И каждая потраченная копейка, это потраченная копейка в долг. Соответственно, 100 миллиардов, которые американский народ ассигновал на помощь Украине, это, естественно, 100 миллиардов, потраченный в долг. Поэтому вот с моей колокольни, вместо того, чтобы уже год помогать Украине по полтора миллиарда в месяц, ну, я имею в виду вооружений, давайте мы дадим Украине ленд-лиз взаймы, попользоваться. Вот вместо того, чтобы продавать вам патриот, я не хочу вам давать патриот за полтора миллиарда. Это из моего кармана. Я хочу вам дать 10 патриотов, и когда вам они перестанут быть нужны, вы их вернете. Тогда и я не потрачу, как налогоплательщик, полтора миллиарда. И вы достигнете тот результат, которого хочу. Вы победите в своей войне, и тогда, в общем-то, и мы денежки сэкономим, и остановим кровопролитие, и наведем порядок в мире. Сергей, ленд-лиз, он уже не первой в свежести законопроект. Даже не второй. Нет, просто здесь осталось уже совсем, ну вот так вот, если смотреть, немного времени. Осталось 8 месяцев. Осталось меньше 8 месяцев. Надежда его получить все меньше и меньше. То есть, наверное, надо прекращать об этом говорить, потому что он уже как бы, ну, это уже переходит из состояния политической борьбы, из состояния говорения ни о чем. Вот. Я думаю, еще если месяц-два никаких намеков не будет, а похоже, что не будет, то можно о нем и забыть. Но, опять же, вы поймите, моя позиция как американского налогоплательщика. Сейчас меня, как американского налогоплательщика, подписали заплатить полмиллиарда долларов, которых у нас нету, за 31 Абрамс, который мы должны сделать и поставить в Украину в каком-нибудь следующем году. Вот. Это еще один вопрос. А Абрамсов у американцев нет. Абрамсов у нас 6,5 тысяч по гаражам стоит, просто знаю где, аэрофотоснимки, снимки, показания очевидцев, кого угодно. Их очень много. У нас 6,5 тысяч Абрамсов, из которых, ну, как минимум, 500 уже в Европе, как минимум 500, ну, не называя там это самое. И какой же смысл мне, налогоплательщику, отдать полмиллиарда на изготовление 31 Абрамса и отвезти их в Украину, где я в течение 10 лет буду платить те же полмиллиарда на утилизацию вот тех самых Абрамсов, которые морально устарели. Это танки уже старого поколения. Современная война показала, что нам нужны другие танки. Уже началась программа по разработке и выпуска танка нового поколения. И, безусловно, в течение 10 лет Абрамсы устарели, ну, морально устарели. Абрамсы сделали для того, чтобы уничтожать Т-72, Т-80. Ну, зачем же нам изготавливать это старье за свои же деньги, мы же сами за это платим, отправлять в Украину и не отправлять то, что уже просто тупо лежит на складах. Смазанное, рабочее, отлаженное и так далее. То есть, при этом, что сейчас в Европу вывезли как минимум 500 Абрамсов. Я просто видел снимки, видео, показывал в своем канале, как их грузят на транспортные суда и везут. Ну, то есть, для меня вот это вот все непостижимо, тем более, что это же не вопрос постороннего наблюдателя, это вопрос человека, который за это платит. Ну, естественно, я один, мы все за это платим, но это же наши деньги. И у меня, естественно, есть какая-то точка зрения, как мы имя деньгами должны распоряжаться нашей политике. И вот идея в том, что мы будем поддерживать эту войну годами, изготавливая оружие, которое у нас и так и есть, вместо того, чтобы дать попользоваться взаимы, то есть, я прекрасно понимаю, что мы не сможем поставить Украине тысячи танков, но у нас бюджета на это не хватит. Но у нас эти танки есть, давайте мы вам дадим эти танки попользоваться, вы ими попользуйтесь, потом мы там поможем их смазать, почистить, заберем обратно, сейчас вы выкупите по остаточной стоимости, и мне, как налогоплательщик, это будет гораздо дешевле и спокойнее. А также спокойнее будет Германии, потому что я не уверен, что Германия хочет, чтобы Украина стала самой сильной армией Европы. Ну, согласитесь, если вам дать реально оружие столько-сколько. Ну, во время войны, ну, давайте назвать вещи своими именами. То есть, Украине нужно как минимум тысячу танков, как минимум четыре тысячи тяжелых бронетранспортеров. Ну, то есть, вам нужно, ну, не в десятках, не в сотнях, а в тысячах. Это для того, чтобы вы победили вторую армию мира и, наверное, первую сухопутную армию мира. Давайте как бы не заниматься неумными вещами, да? То есть, вы воюете с самой крупной, совершенно расхлябанной, пьяной, немотивированной, но, тем не менее, по количеству снарядов, танков, ракет и всего этого железа самая крупная армия мира. Тут вопросов нет, все данные об этом говорят. И для того, чтобы вы, Украина, победила эту армию Милора меньшей кровью, ну, для того, чтобы это не оказалось первого победы, все помнят, что только первого победы, когда победа произошла, там не осталось ни одного бойца, да? Чтобы это было меньшей кровью и чтобы полностью не развалили всю уже оставшуюся инфраструктуру Украины, это же другая дилемма. Насколько я понимаю, Америка будет помогать Украине после войны, ну, по крайней мере, так считается, марш-план. Это же опять же за мои деньги. То есть, мне совершенно не все равно уничтожат там каждый второй трансформатор и каждый второй завод или полностью все. Я же буду сам же это восстанавливать. Поэтому, с точки зрения, элементарной здоровой логики нормального гуманизма, мне представляется, что нужно дать необходимое количество оружия, но это в тысячах, в тысячах танков, в четыре тысячи. У нас все это есть, это нам больше никогда не понадобится. Дать возможность вырвать у российской гидры вот этого вот агрессивного этого государства, возможность кого-либо когда-то пугать и завоевывать. Если Украина решила это делать, то надо Украине помогать, правильно? После чего частично оружие останется, частично вернется к нам, конфликт закончился, давайте рассуждать, как вам помогать. Простая, понятная схема. Что происходит сейчас, это чудеса в решителе. Просто чудеса в решителе. Давайте я вам покажу для факта, причем поймите, я не прослонник и выослик, это не республиканцы и демократы, это простая логическая позиция. Я не знаю, как можно и согласиться, что это логично. Для факта, я вам показываю, я вам прислал, значит, есть Пентагон, Пентагон публикует свои контрактные заказы. Что он заказывает, в том числе, по фонду помощи Украины. Фонд помощи Украины называется USAI. И вот, цитирую дословно, бумага называется USAI Contracting Actions Fact Sheet за 31 января, то есть, очень свеженькая. И вот, цитата из этого документа. Конгресс выделил 6,3 миллиарда долларов США в 2022 году и 12,3 миллиарда долларов США в 2023 финансовом году на фонд поддержки Украины. Министерство обороны ассигновало 7,1 миллиард, из которых 2,9 миллиардов были подписаны к контракту. То есть, что это означает? То есть, Конгресс США выделил почти 19 миллиардов долларов для изготовления оружия для Украины, из которых на сегодняшний момент Пентагон ассигновал только 38%. Все остальное еще не нашло даже не заказчика, а применение. Часть из этих денег уже пропали. Возникает предположение, почему так? Потому что не в состоянии, больше производить? Вы знаете, это все равно, что сказать, что тигры не в состоянии съесть мясо. То есть, у нас, как мы все знаем, существует огромный, очень политически хорошо подключенный в наше правительство военно-промышленный комплекс, который скрижет зубами, потому что им только что не додали возможность заработать как минимум 10 миллиардов долларов. Даже для такой большой индустрии, как американский военно-промышленный комплекс, это немаленькие деньги. И они об этом говорят абсолютно четко, критикуя позицию Байдена. Ну, то есть, это вообще для меня беспрецедентно, потому что они настолько, ну, привыкли быть всегда лояльным к любому правительству, неважно, демократы, республиканцы, потому что у них один заказчик. Их заказчик, это Белый дом, ну, Пентагон, данный случай. Вы же не будете критиковать своего заказчика, как бы плохо он к вам не относился, потому что он переставит два заказа. И когда лидеры крупнейших американских корпораций вместе и поодиночке критикуют нежелание Белого дома освоить эти деньги, мне об этом это говорит о многом. Мне это говорит о многом. То есть, нет, мощностей для производства оружия у нас очень много. То есть, поверьте мне, что с точки зрения индустриальной мощи Америка не стала намного хуже, чем она была во Второй мировой войне. Она стала только лучше. Мы можем произвести и освоить эти деньги просто глазом не мораной. То есть, была бы команда, была бы политическая воля. То есть, из... То есть, 60% просто не ассигновали. Конгресс выделяет деньги, они не находят своих ассигнаций. То есть, не вопрос, что нельзя произвести. Если нет мощностей, будем долго делать. Это не вопрос. Это отсутствие политической воли. То есть, Белый дом, то есть, Пентагон подчиняется Белому дому, Белый дом так решил, Белый дом не хочет. Я хотел бы задать вот такой вопрос, просто, чтобы понимать, насколько это связано. Смотрите, вот, мы с вами беседуем вот до, за несколько часов, до анонсированного выступления Байдена, срочного заявления о летательных аппаратах, аэростатах в небе над Соединёнными Штатами Америки. Это раньше не анонсировалось, хотя обсуждается и достаточно в больших объёмах. Возникает простой, ну, простая версия. Возможно, Украина это как бы вот прикрытие, а настоящая война будет у Америки с другим соперником. Тут и бюджет на 24-й год рекордно большой просит Байден. И вот эти шары разлетались. Вот поэтому так Брэдли какую-то технику вот поставляют, припасы, а Ленд-Лиз так и не заработал. Возможно, всё-таки мы ошибаемся в сути, и эти танки, которые стоят смазанные, эти все вот нужны Америке для другого? Очень-очень спасибо за вопрос. Очень широко распространённое, как мне кажется, заблуждение. Давайте начнём с шаров. Тут много чего накопилось в этом вопросе. Значит, с шарами ситуация следующая. Над Америкой, начиная с Аляски, в течение почти недели летал некий шар, у которого гондола, ну вот та корзина, как сказали, размером в два автобуса. Я не знаю, почему мы меряем что-то автобусами, но вы представьте объём этого шара, который тащит пейлот, ну то есть то, к чему прикручено, снизу, размером в два автобуса. При этом шар мог подниматься и опускаться, менять направление, плыть против ветра, то есть у него были свои средства, то есть это воздушное судно. Это судно облетело всю нашу Монтану, где стоят, собственно, шахты с ядерными ракетами, стратегическими, и полетело себя дальше. И правительство Байдена в течение недели эту радость не сбило. Эта радость летела в живом телевидении. Ну понятно, республиканцы орали как сумасшедшие, ну потому что это возможно критиковать политическую оппозицию, это понятно. Но при этом уже демократические лидеры начали критиковать Байдена, это же его партия. Наконец он этот шар сбил, шар китайский, китайцы даже этого не отрицают, но говорят, это вообще метеорологические исследования. Эту корзину размером с два автобуса выловили, сбили над водой, достали со дна, будут изучать. Все изучения закрыты, мы ничего не знаем. Это ну тухлым яйцом по Белому дому. То есть это была странная позиция, они пытались объяснить, в последний момент они объяснили, а мы не сбивали для того, чтобы понять, как он себя ведет. Мы знаем, что мы его собьем, но не хотели. Была такая вот эта самая. А да, кстати, при Трампе тоже мы не сбивали. Ну то есть причем здесь странно, вообще непонятно. После чего они начали сбивать все, что шевелится. То есть они сбили еще четыре шара после этого, но они не шары, там были цилиндры, октагоны, там были какие-то странные предметы. Сбили над Канатой, сбили над островом Гурон, над Аляской. То есть показать, что мы таки сбивать шары умеем. Это хорошо. Нет никаких абсолютно доказательств, причем никто не в другую сторону. Все засекречено, что оставшиеся четыре шара, шара против того первого, были китайские. Вот первый точно китайский без вопросов. Все остальное вплоть до инопланетян. То есть я не шучу на вопрос журналистов начальнику пограничного северного округа, Антоша отвечает за Артартику, ну так, если перевести его должность. Был задан вопрос, может ли это быть экстратерестерал, то есть неземной, он сказал, что пусть этим занимается разведка, у него комментариев нет. Значит, вот такой был ответ. Значит, нет, шары здесь ни при чем. Совершенно в лоб, первое, второе, совершенно в лоб и очевидно, говорится с Салованом, говорится, ну, всем, 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 кто относится как-то, что наш главный геополитический противник это Китай. Это не секрет, об этом говорится вслух. Причем говорится теми людьми, которые... А? Конкурент. Не конкурент, геополитический противник. То есть Байден призывает к конкуренции и тут же говорит о том, что мы, к сожалению, вместо конкуренции имеем геополитическое противопостояние и на два вопроса, два раза задавали Байдену вопрос, будет ли американцы защищать Тайвань, то есть не поставлять оружие, оружие поставляют. То есть, к словам, нет оружия, Тайвань поставляют миллиарды долларов оружия, в том числе бесплатно. Тайвань имеет статус, как, подумай, как перевести, то есть, государство, не НАТО, на которого распространяется уровень защиты, как на НАТО, чего Украина не имеет, а Тайвань имеет. И дважды, когда у Байдена спросили, будут ли наши boots on the ground, то есть, будем ли мы своими военнослужащими защищать Тайвань, ответ был, да, будем. То есть, это то, чего по Украине никто никогда не говорил, естественно, да? Вот. И нет ни малейшего сомнения, что Америка готовится к конфликту с Китаем. То есть, тут вообще вопросов нет. При этом, при этом, никто не собирается привозить в Китай наши абрамсы, устроить какую-нибудь там нормандскую высадку, как было в 44-м году, значит, высадиться в Китай и привезти до танки. Сингапур, этот самый, в Тайвань, танки не привезешь. Ну, там, посмотрите на территорию. Нет, война будет авианосная. Мы выделили, ну, там, какие-то дурные миллиарды на создание нового поколения авианосцев, совершенно новым, атомных авианосцев, совершенно другим уровнем энергетики и оружия. Там все, все абсолютно по-новому. То есть, у нас заканчиваем, то есть, мы сейчас, ритейр, как сказать, утилизируем потихонечку старые 10 авианосцев и строим новых 10 авианосцев и все это для борьбы с Китаем. То есть, вот эти вот старые Абрамсы, старые страйкеры, старые 198-е пушки, они нам точно не нужны. Ни в Китае, ни в Тайване, нигде. Вот это можно отдать. Единственная, какая здесь связь с Россией, и этого я не могу вам объяснить, почему мы не хотим помочь Украине, руками украинских патриотов, коли они взялись воевать с Россией, уничтожить Россию, убрать ее, как фигуру, с геополитической доски. Мы не знаем, если у нас будет война с Китаем, не дай Бог, на чьей стороне будет Россия. Скорее всего, не на нашей. Так почему же мы не хотим сейчас использовать ситуацию, как у вас говорят, умножить все это российское геополитическое присутствие на ноль? То есть, завалить вас оружием, дать возможность эффективно выиграть эту войну, коль скоро вы взялись воевать. Никто же вас не заставлял. Вы защищайте свою сторону. Наша задача дать вам возможность себя защитить и заодно уничтожить довольно важную фигуру на геополитической доске, а дальше разбираться с Китаем. Ну, как бы такая логика. Почему этого не происходит, я вам не объясню. Сергей, а кто такой Сеймур Херш? Почему его там уже другие журналисты, он выдал это расследование по северным потокам, некоторые журналисты, другие уже там сообщают о каких-то анонимных сообщениях, когда были учения НАТО в море, что подтверждают его версию о подрыве северных потоков. И как вы видите эту тему вообще в американском обществе. Понятно, что там Нуланд, кажется, радовалась подрыву северных потоков, но на самом-то деле это же при всем, скажем так, негативе, который обрушился после материала на самого Сеймра Херша, нельзя сказать, что там старика это не эйджизм, а достаточно такого опытного, мудреного, скажем так, журналиста, обладателя пулицарской премии. Что вы думаете, будет ли иметь продолжение вся эта история? Интересный вопрос. Значит, кто такой Сеймра Херш? Действительно, 85 лет человеку, нью-йоркский журналист. Кстати, папа с мамой бежали из Российской империи, то есть он еврей, вот ребенок, значит, иммигрантов. Известный инвестигериев, то есть расследующий журналист, действительно обладатель премии. У него всегда было традиционное скептическое отношение к правительству. Он не совсем из теории Загорова, но он всегда находил, как любой журналист, который хочет уличить правительство в каких-то злых деяниях. Вот, он всегда находил темы, которые уличали правительство в том, что правительство делать не должно. Это что ему 85 лет, понятно, что сейчас в этом возрасте деньги человека не волнуют, его волнует легаси, его волнует то, что, какую память он оставит о себе. Подозревать его в том, что он проплаченный или как-то заангажированный, я не могу, ну, логично не могу, потому что он может ошибаться, но его рекорд достаточно чистый, кроме того, что он антиправительственный журналист, он скритикует любое правительство, и он не очень любит Америку, ну, это его как бы право, да, вот, я думаю, что информация, которая у него есть, имеет право на жизнь, то есть, он ссылается на закрытые источники, у него есть информация, как произошел взрыв Северного потока, вот он на своем блоге написал эту статью, подхватил ее так, Аркал Карлсон, первых, кто начал говорить, Аркал Карлсон, потом подхватила Демокра Синал, сейчас это начинает немножко, немножко обрастать информационным пространством, никаких официальных комментариев, отрицающих или подтверждающих этого нет, все больше и больше. когда только вышло заявление, Белый дом официально опроверг и сказал, что это ложь, США не взрывали, Я не видел, я не видел, в этот же день, ну, сразу, нет, в этот же день, я не видел, это очень интересно, надо посмотреть, я не видел, может быть, вы правы, надо посмотреть, вот, ну, его теория, наверное, все знают, то есть, он говорит о том, что были заложены во время учений в начале лета, мины были заложены не спецоперации, не, которые подчиняются, то есть, группа бойцов, группа специалистов по спецоперациям, вот таким диверсиям, они контролируются сенатом и конгрессом, он говорит, что это было обойдено тем, что это были ныряльщики или водолазы из Неви, то есть, из флота, поэтому об этом ничего сенат и конгресс не знал, потом, три месяца спустя, эти минные устройства активировали, что это все сделала Америка, как и, собственно, обещала любой ценой закрыть северный поток. Если это так, в чем я не до конца уверен, ну, пока не будет официального заявления в ту или в другую сторону, вы говорите, что она уже есть, да, то есть, если это так, предположим, то это говорит о том, что существует, как минимум, другое крыло Белого дома, которое действует жестоко и решительно, ну, потому что вот то, как осваиваются деньги, жестоко и решительно не назовешь. То есть, все ссылается на какую-то страшную эскалацию, что будет эскалация, мы ничего не можем давать, будет эскалация. А тут взяли, тихонечко приехали, взорвали 3 из 4 этих самых труб потока. При этом надо четко замечать, что сейчас Америка поставляет газа в Европу больше, чем Россия уже. То есть, Америка поглотила этот рынок. Это был план Трампа. Там хорошего, плохого, не важно. То, что предлагал Трамп в Европе. Давайте вы не будете покупать газ в России, давайте вы будете покупать газ у нас. То есть, это все произошло. Все вот эти вот порталы из жиженного газа построились. То есть, по факту, Европа тихонечко пережила страшную зиму, которые должны быть вымерли, как денизавры. Никто не вымер, как мамонты. Вот Европа пережила эту зиму, американская, в смысле, немецкая промышленность не рухнула. И никто не собирается восстанавливать. Что интересно, вот эти взорванные трубопроводы. И самое интересное, произошла же огромная экологическая катастрофа. Вот со всеми разговорами о том, что глобальное потепление, и мы скоро завтра умрем, если предположить, что это американское правительство сделало эти взрывы, ну, то есть, это четко говорит о том, что американское политикство не очень боится глобального потепления, чтобы было столько выхлестанного метана, что не дай бог. Поэтому будем посмотреть, и если эта информация подтвердится, то это означает, что мое личное или там наше понимание шахманы на доске Белого дома сильно поменяется. Потому что есть кто-то, и я говорю, это не на уровне там лейтенанта или капитана, это на уровне, ну, решение принимается на высоком уровне, которое принимает резкие, решительные, важные меры. С точки зрения Украины это безусловно важно. То есть, это самая большая санкция, которую наложили на Россию, и они дали возможность продавать свой газ. Все. Вот это санкции. Друзья, у меня к вам обращение, пожалуйста, подпишитесь на канал Сергея Любарского, он будет отмечен как пользователь YouTube, переходите, следите за обновлениями, также ссылку на сайт вышеупомянутый я оставлю в комментариях, ну, в описании, в комментариях можете реагировать, да, если вы действительно из Соединенных Штатов Америки, то почему, собственно, воспользовались этим инструментом, или не воспользовались. Очень интересно будет почитать ваше мнение, я просто напоминаю, что это действительно очень важная, наверное, хотя вот она такая внутриполитическая история в Америке, но она прямо касается всех нас, всех украинцев, да и россиян касается, я знаю, что у меня много, большая часть аудитории, это вот россияне, которые смотрят на весь этот кошмар, который устроил их Путин, и, ну, не просто хотят там, да, там, чтобы все побыстрее закончилось, а именно хотят победы Украины, потому что это несправедливо, что Россия пришла на их землю. Такая аудитория у меня есть, поэтому, друзья, пишите в комментариях, очень интересно, что вы скажете. Американского волонтера в Бахмуте, ну, по крайней мере, CNN показала это в своем материале, скажем так, не стало его машину, в общем, расстреляли из Корнета, и его больше нет. Речь идет о Питере, понятно, там, у россиян своя версия, там, Пригожин вышел и сразу сказал, что это свои же сделали, да, ну, это, скажем так, я это комментировать, хотите прокомментируйте, хотите нет, но было сообщение, что в этот момент, вот почему там Бахмут, машина, происходила эвакуация, то есть этот американец помогал эвакуировать местное население, которое там еще осталось. Скажите, мой финальный вопрос сегодняшний, он вот такой прямой, а почему американцы не введут контингент свой, и, возможно, когда Байден поедет в Польшу, Белый дом официально заявил, что там в Украину заезжать не будет, многие там говорили, что вот будет в Польше, возможно, заедет, тайно, ну, скорее всего, Зеленский к нему приедет в Польшу и к Дуде, или будет решаться вопрос о том, чтобы поляки завели свой контингент вместо американцев на этой встрече, что вы думаете об этом, учитывая, что ваш CBS сообщил, что на 15 тысяч человек в прошлом году, а это рекорд за десятилетие граждан, не хочет идти в американскую армию. Подобное явление, ну, как бы мы видим, когда, ну, есть угроза, и просто людям это не надо в Америке. Надо ли американцам воевать в Украине? Вот, много вопросов, давайте разбираться степ-бай-степ. Значит, первое, у нас нет никакой войны, и у нас недобор не связан с войной. Поверьте мне, что не было недобора, когда шла война в Ираке или в Афганистане. Люди шли. Сейчас с тем, что у нас в армии недобор, это совершенно другие, не относящиеся к Украине проблемы. Это наши американские проблемы, связанные с тем, что, ну, только что выпустил Central Disease Control, то есть Министерство Здравоохранения, скажем так, статью о том, что 3 из 10 девочек помышляют о самоубийстве. У нас ментальные проблемы в стране. То есть, это, у нас проблемы с ожирением. У нас 4 из 10 мальчиков не проходят медицинские параметры, они ожирены, они не могут подтягиваться, они могут бегать. То есть, у нас недобор. К Украине никакого отношения не имеют. Понятно. Вот. То есть, проблема есть, проблема серьезная, непонятно, как будем жить дальше, но к Украине никакого отношения не имеют, в ту или другую сторону. Во-вторых, вероятность того, что американские солдаты появятся в Украине, равна нулю. То есть, об этом можно забыть. Вот. Забыть, потому что не существует ни одной политической партии, политического лидера, политической воли, которые готовы это подвергать, двигать и так далее. То есть, для того, чтобы что-то произошло, нужна сила. Чтобы было какое-то движение, телу должно быть приложено силой. Силы нет. Вот. Даже я, который являюсь сторонником, ну, ярым сторонником помощи Украины, не уверен, что я хочу послать своего сына воевать за Украину. Ну, то есть, не уверен. Я же посылаю чужих детей. То есть, для меня вопрос, хочу ли я послать своего ребенка туда. Чужих-то легко посылать. У меня есть сын, ваш ровесник, и я не хочу, чтобы он погиб в Украине. То есть, война в Украине, это вопрос Украины. Но я абсолютно считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине себя защитить оружием, деньгами, и так далее. Это моя позиция. Вот. Я как бы из ярых сторонников Украины, таких мало. Вот. Поэтому нет. Никогда в Украине американских солдат не будет, ну, пока не произошло там, не знаю, катастрофа, ядерное оружие и так далее. Это все поменяет. Вот. И, кроме того, учитывая те тенденции, те тренды, которые показывает Белый дом, даже если поляки захотят поставить, ну, предоставить своих добровольцев, своих волонтеров, можно же просто волонтеров, но если сирийские волонтеры могут приехать в Россию, то почему польские не могут приехать в Украину? У меня вопрос не про волонтеров, Сергей. Я не про волонтеров, да. Нет, я не думаю, что будут польские военнослужащие воевать в ближайшие полгода на территории Украины. Я очень сильно удивлюсь, что это произойдет. То есть вероятность такого события, с моей точки зрения, 10%. Если это произойдет, то в виде специалистов по логистике, в виде ремонтников танков, в виде ремонтников или обслуживающих патриотов, то есть очень считанным количеством не на линии фронта, а вот на технических службах, в украинских форумах, так, чтобы никто об этом не знал. Вот если это произойдет, то только вот так. Я, ну, на вопрос, вероятно ли это, очень маловероятно. Это моя оценка. Ну, так, а Байден в Польше? Зачем? Байден в Польше расскажет о том, что война агрессивная, беспощадная, что мы на стороне добра, что есть сторона зла, будут произведены все правильные слова о том, как Украина уже выиграла, но самолет и Россия уже проиграла. То есть, это пиар-компания. Это, как когда-то президент Буш выступал в Mission Accomplished, когда мы только начали воевать в Ираке, и на 60-й день он уже заявил, что мы победили. А потом мы еще 10 лет допобеждали. Потратили кучу людей там. Ну, завоевали страну, не знали, что с ней делать, да? То же самое Байден произведет, то есть, для него это пиар-компания. То есть, из всех его позиций, он непопулярный президент даже своей партии, у него самая высокая оценка его деятельности, это потому, как он помогает Украине. Поэтому он это будет использовать до конца. Да, он приедет в Польшу, вылезет на проневик, скажет, мы победили, победа за нами, Украина молодцы, храбрые солдаты, защищающие демократию. Едет обратно все. Это пиар-компания. Я благодарен вам, Сергей Любарский, был моим собеседником сегодня. Спасибо за ваше время и ваши мысли. Спасибо, что пригласили. Друзья, берегите себя, пишите комментарии, что вы думаете об этом разговоре. Ну и, конечно, увидимся. Тепла и света. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok